Добрый вечер, дамы и господа! Локомотив же в первом тайме будет играть справа. И через считанные мгновения Марина Крупская этот свисток даст. Все готовы и мы смотреть за этим противостоянием. Нелли Коровкина в центре разыгрывает мяч. Локомотив забирает его под контроль и попадает сразу же под достаточно высокий прессинг со стороны пермской звезды 2005. Уверена и принести очки и дополнительные очки в копилку коэффициентов. Они нам очень нужны, но есть хорошее новое в следующем сезоне. Здесь момент опасный, а удар перекладит. Мяч летит после розыгрыша этого штрафного. Она Беломыцова с дальней дистанции попыталась забить первый мяч. Ну что ж, такой интересный комментарий, интересное мнение о том, что надежда только на ничью сегодня в матче для звезды. То, что в атаке они были. А вот это супер момент! А Локомотива попадать надо! Конечно, было бы сейчас вторворот. И скорее всего, в этом случае большущие проблемы были бы у Ирины Зварич для того, чтобы спасти свою команду. Давайте смотреть повтор эпизода. Коровкина молодец здесь! Здорово приняла мяч, не прижала его как следует. Ну и хочется сейчас все-таки напомнить нашим телезрителям, чтобы получить максимальное качество этой картинки, нужно воспользоваться настройкой Ютьюба и выставить качество 1080 пикселей, 60 кадров в секунду, формат Full HD. И насладиться футболом самой-самышней, с четкой картинкой. И увидеть вот этот вот момент. Запуксовала немножко атака Алена Рузина. Вот и Зварич в игре очень красивый прыжок. Абсолютно вратарский эпизод. Понятно, что Ирина Зварич с такими ударами справляться будет. Но тут тот факт, что она намертво зафиксировала этот мяч, говорит о, естественно, очень высокой вратарской технике. Но таким активным фан-сектором славятся московские ЦСКА. В женском футболе есть, конечно. И еще команды. Даже у Чертановой есть! Ух, момент какой! Свои ультрас. Ну, а это срезка дорогого могла стоить за везде 2005. Вот, кстати, об автоголах не зря говорил сейчас в их ворота. Он мог состояться. Смотрите, как неудачно сыграл. Кристина Черкасова может что-нибудь появиться. Возможно, Эльвира Завистенова. Ну, ладно, посмотрим. Посмотрим, может быть, сейчас что-то получится. Зварич справляется с ударом. Коровкиной носка пробивала Нелли в мини-футбольной манере. Ну, опять же, вот этот вот тычок пырым, так сказать, да? Нет, Локомотив не дает развивать эту атаку. Зварич! Не очень высоко выбивает мяч, но добивает до центра. Там подбор. Рузина на быстрых ногах идет вперед, отдает точную передачу на Коровкину. Не на Коровкину, а изначально до Коровкина-то мяч дошел. Да, Яну Шейну она отдавала, а Шейна затем уже отпасовала на Нелли. Запрос вперед от Абдулины. Классный запрос. Нет офсайда. Это супергол. Златый набегал. Ибрагимович сейчас бы увидел. Закон схватился. 1-0. Локомотив. Москва выходит вперед. Нелли Коровкина не была в положении вне игры. Нелли Коровкина пяткой с подачи в штрафную площадь забивает первый гол. Локомотива! 43-я минута. 1-0. Лока. Теперь уже смысла нет сидеть в обороне звезде. Но как так забыли Нелли Коровкину, а? Очень похоже на этом повторе, что она могла быть в положении вне игры. Но мне по динамике показалось, что именно прозевали защитницы ее рывок. Ну, смотрите. Во время первого тайма подходит к концу. Марина Крупская дает свисток, который отправляет команды на 15-минутный перерыв. Ну что ж, счет по игре. То, что мы видели в первом тайме, отражается на табло. 1-0. Нелли Коровкина прекрасный гол в концовке первого тайма забивает ворота пермской звезды. Я, если честно, если был титр от наших коллег, то я его не увидел. Если его еще не было, то сейчас будем разбираться благодаря, опять же, подсказке резервного арбитра. Причем именно с таким счетом матч закончился и в чемпионате. Но я думаю, что по такой игре, наверное, будут еще. Голы. Передача на Рузину. Прострельная передача. Ответная. Удар поворотом. Перекладина играет за Зварич. Может быть, Ирина коснулась кончиками пальцев мяча и перевела его в Перекладину. Здесь нужен повтор для того, чтобы разобраться. Великолепный момент у Локомотива, но Перекладина. Лучшая подруга Зварич в этом эпизоде. Так уж получилось. Повтор момента. Давайте смотреть. Коснулась, конечно. Коснулась, конечно, Ирина Зварич мяча после удара Марины Федоровой. Понятно, что именно сейчас включается игра по поддержке звезды. Понятно, что им надо. Понятно, что надо. Гол. Посмотрим. Подача. Точнее, прострел низом и неплох. И вот момент. И, ну, судя по, опять же, жесту Любови Кипятковой, она хотела здесь второй угловой. Ну, неплохо, кстати, разыграно было. Вот эта подача низом. Федорова с левой ноги подает. Кошникова и момент у Локомотива. Замыкала дальнюю штангу. Ну, казалось бы, уже вот все. Сейчас попади по мячу. Кристина Машкова зажигает 2-0 на табло. Чуть-чуть не повезло. Но неплохая подача Федорова. И с левой ноги на полуфинальный поединок. Там такие флеш-интервью, такие блиц-интервью. 20-20 самых таких вот вопросов. А здесь без вопросов 2-0. Пока я на программку отвлекался. Зварич недовольна чем? Чем Зварич недовольна в этом эпизоде? Я не знаю. Но Марина Федорова выигрывает волосок и отправляет 2-й мяч. Ну, и там прям самая настоящая разборка с арбитром. Одним писан. Ну, и желтая карточка Ирины Зварич от Марины Кропской. Напомню еще раз. Судейская бригада во главе с Марины Кропской из Новоуральска. Я до сих пор не понимаю, чем же была недовольна. Ирина Зварич, может быть, если вы понимаете, пишите нам в чат. Вы имеете право на это. Ваше мнение, что же там могло быть такого криминального, что заставило Зварич выйти на такие эмоции? Достойный желтой карточки 3-0. Сейчас счет встанет. 3-0, локомотив. Провал в обороне Нелли Коровкина. Добаль. За минуту буквально 2 гола. Лока отправляет в ворота звезды. Как говорится, посыпалась оборона. Звездочек. Ой-ой-ой. Это двойка близка к нокауту. Не пропусти звезда в концовке первого тайма. Возможно, избрали бы иную тактику на начало тайма второго. И никаких 3-0 бы мы сейчас не видели. Потому что, опять же, звездные умеют закрываться. Момент, кстати, у ворот. Миклашевич. И вот она вступает в игру. Хорошая подача. И сразу два адресата. Один из которых в этом эпизоде Екатерина Пантьюхина. Второй адресат, естественно, Олесь Курчкина. 75-я минута. Локомотив в атаке. Куропаткина. Удар. Зварич ногой отбивает. И опять же прослеживается что-то мини-футбольное в действиях галкипера Ирины Зварич. Здесь по ситуации она здорово ногой сыграла. Не стала именно складываться, чтобы отбить этот мяч рукой. И в итоге выручила. Вот Куропаткина и ее выход. По сути защитник по амплуа. Нападающая. Нелли Коробкина. Пас на Черкасова. Выход 1 на 1 и 4-0 не будет. Счет, потому что мяч летит рядом со штангой. Опять трудности в центре обороны. У Звезды понятно, что раскрыта по полной программе команда. Но ждем повтор от наших коллег. И коллеги нам этот повтор дают. На этой стадии Подольчанка из города Подольск подмосковного выиграла со счетом 15-0 у московской команды Тимикс. Ну по сути любительская. И это пенальти, кстати говоря. Так нам подарок от Марины Крупской в концовочке. И на 11 метров указывает арбитр FIFA. А мы посмотрим, за что. Знаете, она Кожникова забьет? Ну, значит, забьет. Значит, 4-0. 90-ая минута. Пенальти. Оу. А еще-то 3-0 остается. От перекладины мяч улетает. Достаточно высоко. Прям в район табло на стадионе Сапсан-Арена. В принципе, ясная ситуация. Все-таки здесь не 1-0 счет. На то есть усмотрение арбитров. Дать финальный свисток прямо сейчас на премьет. Минута из стекла. И этот матч завершается победой московского локомотива. На Ликоровкина автор победу. На 43-й минуте первого тайма. В стиле Златана отправит мяч пяткой. Ворота звезды 2005. Ну а во втором тайме двоечку локомотив прописал за 2 минуты. В звезде 2005 отличились. Марина Федорова замкнув передачу головой. Передача с фланга. Были споры по поводу пересечения линии ворот. Ирина Зварич была недовольна решением арбитров. Но гол был зачитан. И в следующей атаке, по сути, в следующий же после розыгрыша в центре поля. Локомотив забивает третий мяч.